У меня стоит вопрос, могу ли я свою нишу применить в онлайн-формате. Но спектрическая моя ниша в том, что это не ниша для человека, который просто хочет очень быстро заработать, а для человека, который хочет скучно, методично и правильно управлять своими движениями. У меня есть сомнения, что это людям интересно, потому что у меня бизнес в оффлайне. Как правило, наши клиенты – это люди, у которых приличные деньги, и у них попадало, у них нет вариантов, им приходится заботиться о своих деньгах, поэтому с ними мы работаем. А я пытаюсь понять средний уровень, у которых среднее количество денег от 2-3 до 15-20 миллионов рублей, и они пользуются знанием о том, что можно делать этими деньгами, что делать нельзя, что делать нужно, что можно. Ну и так далее. Альберт, вы расскажите, чтобы Сергей, я правильно понимаю, что вы в оффлайне уже проводите курсы? Нет, я не курсы проводил, я просто работаю в компании, в инвестбанке. И мы сопровождаем людей, предстоятельных клиентов, управляем их активами. Сейчас на рынке достаточно много игроков, которые в оффлайне проводят тренинги, похоже, вот то, как вы описали. И все, что работает в оффлайне, в онлайне работает проще и легче. И люди, когда им говоришь, слушай, ну хочешь на… у тебя есть деньги, и все, у кого есть деньги, у них стоит вопрос, как их приумножить и не потерять. Соответственно, это… ну, за это люди готовы платить. Ниша инвестирования, она вечная. То есть как раз-таки там действительно средний такой клиент такой штуки – это человек, у которого там 2-3 миллиона рублей накоплено. И довольно много сейчас здесь продуктов, на самом деле. Это и просто инвестирование, и вот у нас… мы вчера снимали интервью с Колей Волосинковым. Он там делает, по-моему, около 3-х миллионов рублей. Это у него лучший продукт сейчас. Это инвестиции на ММВБ. А потом дальше у меня сейчас товарищ запустил, даже не один товарищ, там, а трое, по криптовалюте. То есть инвестиции в криптовалюте – это вообще сейчас тема такая очень горячая. И касаемо вообще просто управления активами, у нас есть сейчас резидент акселератора, который уже там делает курс, уже там какие-то деньги делает. Поэтому, ну, тема эта интересная. Конечно, у людей есть такой вопрос. Ну, единственное, надо думать над оберткой. Как это правильно обернуть, каких там экспертов поставить, как правильно здесь сделать продающую презентацию и так далее. То есть тема точно рабочая, но весь нюанс влс-запаковке.